Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем беседы по второму посланию Коринфяна, первоверховного апостола Павла. О цели написания послания апостол говорит сам, в 13 главе, 10 стих. Своим посланием он хочет привести Коринфскую церковь в такое состояние, чтобы потом при наличии свидания с коринфянами ему не оказалось надобности применять к ним всю строгость своего апостольского авторитета. И мы знаем, об этом пишет сам Павел, что заочно он выглядит строгим человеком. Заочно, то есть в посланиях. Но когда он общается лицом к лицу, он очень мягкий человек. Он стремится для этого, прежде всего, восстановить в глазах коринфян этот свой авторитет, это главная цель, которую он имел при написании послания. Все же остальное служит только средством для достижения этой цели. Зачем это требовалось апостолу Павлу? Потому что он совершал очень важное служение – благовестие благодати. И чтобы это благовестие дошло до сердец многих, ему надо было засвидетельствовать, что он, как и другие апостолы, призван непосредственно Господом Иисусом Христом. Из книги «Деяния святых апостолов» мы знаем, что это произошло на его пути из Иерусалима в Дамаск. Если говорить о содержании послания, второе послание к коринфянам, кроме приветствия и вступления, заключает в себе три части. Первая часть, первые семь глав, содержит в себе изображение характера апостольской деятельности Павла, причем особое внимание апостол посвящает изображению своей любви к коринфянам и величия новозаветного служения. Во второй части, это с 8 по 9 главу, апостол говорит о собрании подаяний на бедных христиан, имея в виду прежде всего христиан Палестины. В третьей части, с 10 по 13 главу, апостол полемизирует со своими противниками, победоносно отражая все предъявленные ему обвинения. Тут же он высказывает свои требования по отношению к коринфянам. Если говорить о месте и времени написания послания, как видно из самого послания, апостол находился во время написания послания в Македонии, где его нашел возвращавшийся из Коринфа Тит. Написано послание, по-видимому, в том же 57 году, в котором было написано и первое послание Коринфянам. Теперь о содержании первой главы. После вступления, вступление это первый и второй стих, Павел начинает с повествования о своих скорбях и божьих утешениях, пережитых им в Осии. Это с 3 по 6 стих, делая это в виде благодарения Богу, это с 3 по 6, и с целью назидания коринфян, с 7 по 11. Затем он переходит к свидетельству о добросовестности, как своей лично, так и своих сотрудников. Это с 12 стиха по 14. И к защищению себя от обвинений в легкомыслии и непостоянстве. Это с 15 по 24 стих. Мы видим, что те обвинения, которые возводились на апостола Павла не язычниками, не иудеями, а лже-братьями, они могут в некотором смысле отражать те обвинения, которые сейчас некоторые люди предъявляют епископам и священникам. Поэтому нам важно понять, в какой мере священнослужитель может оправдываться или он не должен оправдываться, а все сносить безропотно. Итак, первая глава второго послания к коринфянам начинается словами «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящейся в коринфе, со всеми святыми, по всей Ахае, теперь второй стих, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Итак, первая мысль, которую доносит до нас первоверховный апостол Павел, он избран волею Божию быть апостолом. И Амбразиастер пишет, «Уже будучи уверен в своих слушателях, Павел называет себя теперь апостолом, а в первом послании называет себя лишь призванным апостолом Иисуса Христа». Это первая коринфянам 1.1. «К порицанию тех, которые отступили от его предания», то есть к порицанию тех, которые не принимали его устных наставлений. О Тимофее упоминает, поскольку через Тимофея передал первое послание, и для того, чтобы показать, что от него услышал известие о доброй воле тех, кого ранее они с братом Тимофеем порицали. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахае, а теперь соединяет набожных коринфян с верующими других церквей, со всеми святыми по всей Ахае, дабы знали и помнили о своих успехах». Конец цитаты. Вот в этом толковании амбразиастер настаивает на том, что ни одна община, ни одна поместная церковь не может замыкаться сама на себя. Это будет очень субъективно и очень неправильно. В древности устанавливали каноничность любой общины следующим образом. Находится ли эта община в литургическом общении с другими общинами? Если нет, то ставился под сомнение кафолический статус этой общины, ее как бы общихристианское значение. Здесь апостол Павел говорит и о том решении, которое он нашел. Он пишет «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». То есть подлинный источник мира – это Бог Отец и Господь наш Иисус Христос. И если мы ищем мира с братьями и сестрами по общине, ищем епархиального мира, мира для всей поместной церкви по отношению к другим поместным церквам, то источником этого мира является Бог Отец и Господь наш Иисус Христос. И любое наше действие мы должны проверять именно волей Бога Отца, которая излагается в заповедях Священного Писания, и проверять нашу позицию волей Господа нашего Иисуса Христа. И Бог Отец призывает нас всех к единству, и Господь наш Иисус Христос подчеркивает важность братолюбия и согласия между всеми верующими. Например, когда Христос говорит «Будьте едины, как я един с Отцом». И далее мы читаем «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения». Оказывается, наш Бог – это Отец милосердия и Бог всякого утешения. В наше время очень многие люди нуждаются и в милосердии, и в утешении. Источником единства мы видим Бога Отца и Бога Сына, уповая на то, что Господь, Бог, как Отец милосердия и Бог всякого утешения, позаботится и о нашем теперешнем состоянии. Далее 4 стих Павел пишет «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби, тем утешением, которым Бог утешает нас самих». То есть наша задача – вот это милосердие божественное, вот это утешение божественное, которое мы сами переживаем, проецировать на других людей, которые нуждаются и в милосердии, и в утешении. Святитель Иоанн Златоус пишет «И это делает он точно так же, как если бы кто, обещавшись прийти к своему другу и по преодолению весьма многих бедствий пришедший, сказал «Слава тебе, Боже, что ты показал мне возлюбленного друга моего». «Благословен ты, Господи, от каких бед ты избавил меня!» Такое словословие пришедшего есть в месте и оправдание перед намеревающимся обвинить его и не попускает этому последнему жаловаться на замедление первого. Ему стыдно уже звать на суд, приносящего Богу благодарение за избавление от стольких зол и требовать у него отчета в медлительности. Действительно, в наше время часто обвиняют церковь в медлительности, обвиняют патриарха, епископов, почему они медлят с какими-то заявлениями, с озвучиванием своей позиции. Но на самом деле то, что выглядит как медлительность, это является рассуждением. И рассуждение должно быть таким, чтобы оно устраивало всех. Дело в том, что как Бог, который заботится о праведных и о неправедных, и посылает свет солнца, и дождем дождит на праведных и на неправедных, так и каждый священнослужитель, особенно высокопоставленный, он должен заботиться о всех людях, которые так или иначе осознают себя находящимися под его окормлением. То есть во время конфликта церковь не занимает какую-то одну сторону, церковь выдерживает христианский нейтралитет. Более того, Божественное Откровение запрещает нам видеть в каком-то человеке источник зла. Мы должны видеть источник зла, всякого зла в дьяволе, который человек-убийца от начала. И источник блага мы должны видеть в Боге, который есть Отец всех подлинных. Таким образом, космическая битва между добром и злом продолжается. Иногда она имеет какое-то видимое выражение в том, что окружает нас, какие события, какие потрясения, информация о каких конфликтах доходит до нашего сознания. Далее мы читаем 5-6 стих. «Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше». Что такое страдания Христовы, которые умножаются в нас, могут умножаться в нас? Это когда мы страдаем не за свои ошибки, не за свои преступления, не за свои дурные наклонности, а когда мы страдаем за верность Христу. Верность Христу — это наиболее уязвимая позиция в том смысле, что все будут недовольны вами в той или иной степени. Есть классический пример того, это святитель Николай Касаткин, когда началась русско-японская война, и православные японцы во множестве собрались к нему, чтобы спросить, а что нам делать? Он призвал их, как японцев, молиться за победу японского императора, японского оружия, идти служить в армию, воевать с русскими. Но в то же время он сказал, что сам он русский, поэтому на время войны он уходит в затвор и будет молиться о мире между великим русским и великим японским народом. Такая была позиция этого человека. То есть в конфликте он не избирает сторону русских или японцев, он избирает Христа. Того самого Христа, который говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих, молитесь за обижающих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Когда человек избирает Христа, это не будет устраивать никакую сторону, это очевидно. Но избирая Христа, он будет переживать в самом этом велие утешения, духовное утешение. И далее Павел пишет, скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Христиане действительно были между народами, между племенами, между языками, в том смысле, что они были со Христом. И они не принимали чью-то сторону таким решительным образом, потому что для них важно было осознавать, что они прежде всего Христовы. Далее седьмой стих. «И надежда наша о вас тверда, утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Здесь апостол Павел озвучивает очень важную тему о том, страдает ли один член, страдает все тело. И Павел пишет коринфянам о том, что он соучаствует в их скорбях, чтобы соучаствовать и в их утешении, которое они получают от Бога, и призывает их к тому же самому. Амбразиастер пишет, «Ясно, что Тот, то есть Господь, за кого страдаем, помогает нам, утешая нас и освобождая нас, и спасая нас от скорби своим божественным вмешательством». Действительно, если мы страдаем за веру убеждения, за нашу христианскую позицию, то утешение не замедлит, оно сразу придет к нам. В Первом послании к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, сказано, «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». То есть любое искушение, которое попускается нам от Бога, оно имеет некий предел, потому что Бог не попустит нам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, то, что в Первой главе Второго послания к Коринфянам апостол Павел называет утешением. И далее мы читаем с 8 по 11 стих, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отечественны были чрезмерно и сверх сил, так, что не надеялись остаться в живых». Действительно апостолы, они принимали всегда первый удар на себя, и в какой-то момент, когда была вот эта скорбь, бывшая с ними в Осии, они даже не были уверены, останутся ли они в живых. Конечно, не всякому человеку Бог попускает такое искушение, мы уже это выяснили, и надо быть очень духовно крепким и сильным человеком, чтобы Господь тебе что-то такое попустил. 9 стих, «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых». То есть они не могли отказаться от тех идеалов, ради которых их хотели умертвить. Таким образом, они в себе имели приговор к смерти, потому что мир не принимает то, что духовное. «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который и избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого, надеемся, что и еще избавит». Здесь апостол Павел говорит о близкой смерти. Иногда смерть оказывается очень близким явлением по отношению к нам, особенно во время военных конфликтов. Люди буквально чувствуют дыхание смерти, как она приближается к людям. И это, конечно, великая беда. И здесь необходимо надеяться на избавление, которое рано или поздно, оно придет от Бога. И одиннадцатый стих. «При содействия и вашей молитвы за нас, дабы задарованное нам по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас». Здесь апостол Павел недвухсмысленно указывает на то, что он нуждается в молитвах других христиан, многих других христиан. И хотя, казалось бы, он первоверховный апостол и все такое, но как бы он смог бы совершать свое служение, если бы за него не молились другие верные? И вот эти слова, «Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Осии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись остаться в живых», блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет. «Апостол говорит, что не хочет скрыть от братьев ту скорбь, которая с ним произошла в Осии. Такого, о чем говорит апостол, сейчас в миру нет. Люди стали бояться делиться как скорбями, так и радостью. Люди сейчас падающего скорее подтолкнут, а радующегося оболгут. Таков дьявольский принцип этого мира. Если тебе плохо, то тебе обязательно добавят, а если хорошо, то обязательно постараются отравить твое хорошее. Сами наблюдали, наверное, такое. Сейчас сложился целый тип людей, которые специализируются на том, чтобы устроить подлость всем и вся. Эти люди – слуги сатаны. Они пытаются изуродовать изувеченный мир». В одном послании, продолжает отец Даниил Сысоев, в блаженной памяти, «в одном послании апостол говорит, что Господь не попускает никому претерпеть сверхсилы». Это как раз первое послание, и мы сегодня вспоминали эти слова. Но для себя и других апостолов святой Павел сделал исключение, говоря, что Господь дает им потерпеть сверхсил, «но потерпеть так, чтобы не отчаиваться жить дальше». Почему? Потому что апостол может напрямую попросить Христа и получить силы еще большие. Обычному человеку, который не близок ко Христу, дается точно отмеренное количество скорбей ровно по силам. Тем же, кто ближе ко Христу, даются скорби не только по силам, но даже больше. Потому что они могут попросить большего, большей силы напрямую у Бога. Весь вопрос заключается в том, насколько у человека близок контакт с Богом. Многие говорят, что хорошо быть святым, действительно хорошо, но им приходится нести сверхмного. Так что иногда и они не надеялись выжить. Вот о таких скорбях и рассказывает апостол, чтобы люди вместе с ним порадовались, потому что они остались живы. Действительно, апостолы подвергались угрозе смерти, и Павел делится этой радостной новостью, что Господь сохранил их жизнь для служения. И вот те вопросы, которые затрагивает в блаженной памяти отец Даниил Сосоев, они актуальны. Действительно, есть много людей, которые падающего человека хотят еще и подтолкнуть, и упавшего чуть ли не добивают ногами. А радующегося человека хотят оболгать, оклеветать, чтобы рассеять его в благостное состояние радости. И, к сожалению, таких людей мы встречаем в наших общинах. Они как бы наши, но стиль их поведения показывает нечто другое. Павел далее пишет 12, 13, 14 стих «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности не по плотской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Здесь апостол обращает внимание на то, что они выстраивают отношения с верующими, не отталкиваясь от плотской человеческой мудрости, которая, по сути дела, есть безумие приспособленцев, которые, если и проявляют добро, то всегда имеют какую-то корость, какой-то вид на это добро, и ждут ответных каких-то деяний. Такие люди находятся в плоскости товарно-рыночных отношений со всем миром, и они могут делать добро, как бы торгуют добром, но им ничего не стоит переключиться на зло, если им кажется, что их добро не оценили. «И мы пишем вам не иное, как то, что вы читаете или разумеете, и что, как, надеюсь, до конца уразумеете». То есть мы проповедуем ту же самую веру, которую вы уже приняли. 14 стих. «Так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно, как и вы, нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа». И вот здесь блаженный Августин пишет, «Итак, недобродетель должна гнаться за славой, честью и властью, которых они желали для себя и которых добрые люди старались достигнуть добрыми искусствами. А напротив, они должны гнаться за добродетелью. Единственная истинная добродетель есть та, которая стремится к той цели, в которой заключается благо человека, не имеющее в сравнении с собой ничего лучшего. Поэтому и почестей он не должен был просить, а их само общество должно было дать ему за его добродетель и без его просьбы». Действительно, иногда люди своим равнодушием ставили апостолов в очень неудобное положение, когда апостолы были вынуждены просить поддержки, молитвенной поддержки, материальной поддержки. Это неправильно в том смысле, что мы должны опережать их просьбы своими благодеяниями и своими молитвами. И далее мы читаем 15-16 стих. «И в этой уверенности я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Аудею». Одна из основных целей второго послания к Коринфянам – это организация гуманитарной помощи для христиан и иудеев, которые находились в очень стесненных обстоятельствах. И здесь об этом Павел пишет. «Он говорит о том, что он может преподать им благодать, что имеется в виду? Благодать наставления. Одно дело – письмо, послание, другое дело – лицом к лицу собеседовать с этой арфой Духа Святаго, как Златоуст называет апостола Павла». Блаженной памяти Даниил Сысоев пишет. «Такой план был у апостола, но легкомысленно ли он поступил, не придя к ним?» И апостол объясняет, что поступил так, не как плоской человек. Здесь, говорит, на самом деле проявилось действие Духа Божия. Иоанн Златоуст высказывает интересную мысль. «Духовные люди поступают не так, как мерзкие люди, потому что духовные люди всегда руководимы Духом Святым». То есть Павел мог по человеческому рассуждению сказать, «Я хочу к вам прийти, но действием Духа Божия он медлит и не спешит». как мы ждем от церкви, чтобы она реагировала на все ситуации. Если вышел какой-то фильм, вот церковь должна высказаться по поводу этого фильма. Если появилась какая-то книга, вот церковь должна высказаться по поводу этой книгой. Если люди внешне совершают какие-то агрессивные деяния, церковь должна высказаться по этому поводу. Это наивное представление о церкви, как о богочеловеческом организме. И святитель Иоанн Златоуст пишет, «Человек плотской, то есть прикованный только к настоящему, в настоящем всегда живущий и не находящийся под влиянием Духа Божия, может пойти всюду и блуждать, где вздумает напротив служитель Духа Божия, и им водимый и управляемый не может всегда быть господином своей воли, завися от власти Духа». Это третья беседа на второе послание к Олимпинам Иоанна Златоуста. Далее, 17 стиха по 20 стих апостол Павел предлагает такое рассуждение. «Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил?» То есть он пишет, «Да, я имел намерение прийти, но легкомысленно ли я поступил, замедлив с этим решением прийти немедленно к вам?» Церковь не спешит в своих оценках, в своих действиях. Она ждет, когда Дух Божий подскажет ей правильное решение. Павел пишет, «Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да, то нет, нет?» Это он задает вопрос, «Неужели я, если что-то делаю, я делаю по плоти, так что у меня то да, да, то нет, нет?» На самом деле позиция церкви, она всегда одна и та же. Церковь старается быть верной Христу и Его Божественному Слову. Далее Павел пишет, «Верен Бог, что Слово наше к вам не было, то да, то нет, ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною, и Силуаном, и Тимофеем, не был да и нет, но в нем было да». То есть, когда мы проповедуем, мы проповедуем конкретно положительное учение Святого Евангелия, учение церкви, не так, как в мире политики, сегодня да, завтра нет, или даже утром говорят да-да, а к вечеру говорят нет-нет. 20 стих. «Ибо все обетования Божие в нем да, и в нем аминь, то есть истина, в славу Божию через нас». То есть, Бог – это не как тростник, который колеблется ветром, не как мир политики, который срамится как волны, которые с ромотою своею, чередованием движений, несут что-то непостоянное. Нет. Мир во Христе, мир Евангелия – это конкретное учение. Да, оно не совпадает с идеологией этого мира. И никогда не совпадало. Еще Христос говорил, что «Царство мое не от мира сего». Блаженной памяти священник Даниил Сысоев пишет, «Во Христе воплотились все обетования и обещания Божия». Величайшие надежды человечества на спасение сбылись, когда пришел Христос. Поэтому наша радость в прошлом, а что в будущем, когда мы празднуем Пасху, праздник сбывшейся надежды. «Господь Христос умер и воскрес, победив смерть». Это и есть наша «да», наша надежда, что Христос утвердил все, что обещал Бог. В нем «да» и в нем «аминь». Аминь. Значит, да будет так. В Апокалипсисе святой Иоанн Богослов говорит, что одно из имен Христа «Аминь», продолжает отец Даниил. Это тот, кто говорит «да будет так». Вселенной говорит. Он говорил «Аминь» в начале мира. Он говорил «да будет свет, да будет твердь, да будут светила на тверде небесной. Он же тот, кто скажет миру «Аминь» в конце. «Да будет так». Время закончилось. Он запечатает с собой мир, как запечатал его древнюю историю. Введя Бога воплоти в земную историю, Он нас сделал причастником божественной жизни. Христос неизменяем, как неизменяема в добре и святая церковь. Далее 21-22 стих «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши». Вот эти слова, которые и запечатлел нас и дал залог духа в сердца наши, вот в первом послании Коринфянам, 2-я глава, 9-й, 10-й стих сказано, «Но как написано не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает и глубины Божии». Таким образом апостол Павел продолжает развивать вот эту мысль о том, что в Боге мы всегда имеем постоянство. Бог не изменяем. Бог не может изменяться в лучшую или в худшую сторону, потому что Он само совершенство. В Нем нету того, что можно прибавить или того, что надо убавить. Далее 23-й, 24-й стих Павел пишет, «Бога призываю вы свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Каринф». Мы уже выяснили, что Он был смелым заочно, а когда общался с верующими глаза в глаза, Он был очень мягкий человек. Поэтому Он объясняет свою медлительность тем, что необходимо было высказать все сложные вопросы в письменном виде, а потом прийти и принять то решение, которое примут коринфские христиане, какое бы они ни приняли. «Бога призываю вы свидетели, на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Каринф, не потому будто мы берем власть над верой вашей, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Здесь Он говорит, что взаимоотношение между иерархией и народом Божьим – это не попытка сделать народ Божий некими крепостными, – это попытка всем пребывать в радости и священникам, и мирянам, пребывать в радости общения во Христе и со Христом. Блаженный Феофилакт Болгарский пишет, «Ибо верою вы тверды, скротостью беседуют с ними, так как в первом послании довольно уже поразил их». Слова его значат следующие, «Что касается веры, то вы в ней стоите, и я не имел причины жаловаться на вас, но, впрочем, вы поколебались, и если бы не исправились, и я восстал бы на вас, то и вас опечалил бы и себе причинил печаль». О чем это? Это о том, что вера это свобода, и в религии не может быть никакого насилия или понуждения, поэтому, когда надо было высказать какие-то претензии, он это делает, как и отец, вынужден иногда выговаривать своим детям, но Павел, будучи любопильным человеком, он не мог это делать, что называется, лицом к лицу, лицом к лицу, он это делает письменно, чтобы потом прийти и насладиться общением радости с каринскими верующими. Вера это всегда свобода, в ней не может быть никаких понуждений, и в некотором смысле в нашей религии нету внешних авторитетов. Тот же апостол Павел в послании к Галатам пишет, что при некоторых обстоятельствах и апостол не авторитет, также он пишет, что при некоторых обстоятельствах и ангел с неба не авторитет, авторитетно то учение Христа, которое дано нам. И прежде всего мы должны следовать за этим учением. И как святитель Николай Касаткин он не избрал сторону японцев или сторону русских, он обозначил как бы долг каждой страны защищать свои интересы, но он сам избирает Христа. Это выше любых человеческих претензий, взаимных обвинений, поиска человеческой справедливости значительно выше. Итак, сегодня, братья и сестры, мы разобрали первую главу второго послания Коринфянам, и если мы будем живы, и Господь позволит, то в следующий раз мы будем говорить о второй главе этого же послания. Берегите себя в это сложное время, подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах на нашем сайте. Продолжение следует...